Я сначала расскажу об истории коллекции В первое время поддерживал целый ряд русских художников, в их числе как раз те, которые находятся в этом зале, Наталья Нестерова, еще живя в Америке. И постепенно для него это стало таким делом жизни, можно так сказать, и одновременно неким испытанием его системы, которую уже назвали системой Бондаренко, которая позволяет собрать, суммировать все представления, о современном искусстве во всем и в очень широком диапазоне. Очень широкая палитра, спектр, очень оно разное, какое оно и должно быть, какое оно и может быть, какое оно и есть на самом деле. И в этом очень большое преимущество этой коллекции, потому что он собирает не что-то конкретное, а вот многое, не скажу все, но очень много. И это формировалось постепенно. Последние пять лет шли очень интенсивно, и вот как раз они привели к тому, что показывается это искусство на большой густе. Собственно говоря, изначально была идея о том, чтобы это показывалось в стенах Московского музея современного искусства. Это, правда, место на сегодняшний момент наиболее оправданное для таких широких масштабных показов современного искусства русского. И, с другой стороны, оно ведет очень плотную, очень основательную работу с коллекционерами. Мне кажется, что выставка Виктора, она и в том, и в другом плане, и в плане показа современного русского искусства во всей широте, и в плане показа коллекций, является одной из образцов. Для того, чтобы ее здесь показать, была мной предложена, как кураторам, такая структура, поскольку его невозможно было показать, предложить и по хронологии, и по художникам, по персоналям. Я решил разделить все русское искусство по каким-то таким вот темам, как бы определяющим, осевым, на которые можно нанизать все произведения визуальные. И их не обязательно читать именно так. Здесь уже есть некая такая доля допущения для зрителей. Но, тем не менее, прочтение вот такое возможно. И вот эта структура помогает соединить очень разные вещи, которые между собой в залах невероятно тяжело соединяются, стыкуются. Но еще раз говорю, такова специфика самого русского искусства. Если ты из него что-то выбрасываешь, вот, к сожалению, пришлось и отсюда очень многих художников исключить из этой выставки, потому что здесь только треть коллекции Бондаренко представлены. Оно вот ценно именно самыми разными своими проявлениями. Продолжение следует...